С полгода тому назад начались какие-то письма, звонки, что пиявка противопоказана при онкологических заболеваниях, что нельзя ставить пиявку онкологическим больным и так далее. Но поэтому я вначале с вступительным словом выступил, чтобы рассказать, каким образом пиявка внедрялась в онкологическую тему на протяжении последних 25 лет. Вот у меня тут материалы лежат. Это с одной стороны. С другой стороны онкологическая тема, она по всему миру темная такая тема. Почему? Потому что неизвестна и теология, и неизвестен патогенез, механизм развития опухолевых болезней. Никто не знает. Вот искали вирусы там, искали еще чего-то там на эту тему. Неизвестно. Вот кого интересует, на моем сайте в интернете, такая статья бегает уже несколько месяцев. Пролог в онкологию. И там вот эта вот история с итеологией патогенеза рака, она в тонкий план сдвинута. Я там так и написал. Вот там, начиная от Рудольфа Верхова, он имитационную теорию рака предложил там в 1860-е годы. И так далее. Потом много там всего этого было, да? Я там написал так, что не там искали, господа ученые. В тонком плане причина онкологическая находится. Вот на Востоке на эту тему прегии нету никаким. Там это знают, что все в тонком плане. Причина, вот Альурведа в частности, да? В Тибете там, у доктора Пака, там вопросов на эту тему не существует. Онкология начинается в тонком плане. Мы вот эту туманную восточную мудрость попытались как-то немножко ужать, чтобы для европейского уха не было такого резкого перехода. И, вернее сказать, европейских мозгов, да? От того, что было на протяжении последних двухсот лет поиски причины патогенеза рака. И теперь. Значит, шесть стадий болезни по Альурведе. Мы в трехстадийную классификацию ужалили. Первая стадия болезни – это энергетическая. Маркер этой стадии – энергополом. Вот энергополом произошел, нарушение энергетического обмена на какой-то территории. И поехала дальше. Вторая стадия – вот когда уже патологический процесс зацепился на какую-то конкретную анатомическую территорию. Гинекологическую, урологическую, гастроэнтерологическую. И там начинается какой-то дискомфорт, явление предболезни, как нас учат. Это уже вторая стадия болезни. И маркер этой стадии – местный иммунодефицит. Вот вторичный иммунодефицит локально где-то формируется. И там потом пошел формироваться морфологический компонент болезни. Это третья стадия по версии, по классификации Московского Альянса. Когда папиллома, кандиллома, псориатическая бляшка, а сейчас склеродермия, опухоль доброказы, локальные и так далее. Как говорят братья-украинцы, берешь в руки, маешь вещь. По аюрведе – это терминальная стадия. А у нас это морфологическая, чтобы это было понятнее. И вот таким вот образом и развивается опухолевая болезнь. У пациентов хроника. Во всех поликлиниках и Советского Союза, и Российских в настоящее время существуют так называемые группы ЧДБ. Часто длительно болеющие, знаете, наверное, да? Это вот предраковые группы. Вот в этих группах ЧДБ потом где-то выскальзывает онкологический процесс, уже диагностируемый современными методами. И вот отсюда вот это вот все потом и идет. Это я об этом говорю, чтобы нам было понятно, как же начинать лечить онкологического больного. Международная противораковая доктрина состоит из двух пунктов. Пункт первый – это максимально возможное удаление опухолевой массы. Хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, креодин, ну и так далее, любым способом. Максимально возможное удаление опухолевой массы. На второй стадии – освобождение организма от оставшихся раковых клеток. Вот это вот задача. И если первый пункт этой доктрины противораковой, он во всех онкодиспансерах, онкоцентрах, он выполняется с грехом пополам, то вот вторая позиция противораковой доктрины, она вообще никак не выполняется, нигде. То есть больные бывают предоставлены сами себе. Ждут. Пятилетняя выживаемость, там еще где-то там у кого-то трехлетняя, кто-то до десяти лет. А работа целенаправленная по удалению оставшихся раковых клеток, которые неизвестно где там, да, остались в организме, вот этого не делается. Упывают на иммунную систему, что вот иммунитет должен расправиться вот с этими составшимися раковыми клетками. И это правильно, потому что задача иммунной системы состоит в том, чтобы удалить из организма все чужеродные, генетически чужеродные вещества и тела, бактерии, мутантные предраковые клетки и так далее и тому подобное. Вот на этом как раз все и идем. Но, работа эта в онкологических учреждениях не выполняется. Вот дело дошло до того, что в России президент страны вмешался в этот процесс. Призвал, поднимает в атаку медицинскую общественность против онкологических заболеваний. Это вы слышали уже, вероятно. Вот 11 сентября, то есть через 100-летний, а Минздрав в Москве собирает главных врачей санатория Российской Федерации. Обсуждаться там будет один вопрос. Адаптация санаторно-курортной базы к реабилитации онкологических больных. Это вот это вот уже сверху пошел такой процесс. Вот у меня там в офисе лежит приглашение выступить с докладом вот на этом совещании, чтобы как-то вот санаторно-курортную базу там мобилизовать на реабилитацию онкологических пациентов. Ну, реабилитационные центры различного плана есть. И у нас в России, и по всему миру, там какие угодно. А вот реабилитационных центров для онкологических больных, их пока не существует. Вот сейчас вот этот опыт каким-то образом пытаются создать. Значит, с чего начиналась вот эта работа, в частности, в герудо-терапевтической сфере? Вот я попытаюсь вам рассказать. Вот в 1989 году в издательстве «Медицина» была выпущена книжка «Коррекция иммунитета у больных раком предстательной железы». Это моего авторства книга. И там были установлены интересные вещи в процессе наблюдения за несколькими сотнями пациентов рак предстательной железы и группы сравнения хронический простатит и аденома предстательной железы. Вот в частности, такая особенность была замечена, что рак избирательно метастазируют в иммунную систему. Не куда-то там, а именно в иммунную систему рак метастазирует. Вот эта идея была впервые высказана главой Ленинградской онкологической школы в сороковые годы прошлого века Петровым Николай Николаевичем. Вот, подметил вот эту особенность. Ну, тогда это назывались не иммунокомпетентные клетки, а ретикулоэндотелиальные клетки. Что вот ретикулоэндотелиальные клетки вроде бы как участвуют в процессе метастазирования злокачественных наобразований. Ну, какой посыл послужил вот для этого вывода? Функционально ослабленный макрофаг поглощает какую-то раковую клетку или осколки раковой клетки жизнеспособной и пытается их уничтожить. Фагоцитирование, как учил нас Илья Ильич Мечников. Но сил не хватает, не по зубам кусок, раковый материал побеждает, а макрофаг в это время, повинуясь феномену Хоминга, феномен такой существует в природе, феномен Хоминга, Согласно которому летят перелетные птицы, рыбы на герестилище сквозь пороги пробиваются, оставляя бока на камнях там, ну и так далее. И в организме такая же история происходит. Лимфоидная система является средоточием иммунитета, средоточием иммунной системы. Лимфоцит центральная фигура иммунной системы. И вот этот лимфоцит, фагоцитирующий такой, инкорпорирующий раковую клетку и не справившийся с нею, он мигрирует в лимфоидную ткань, ассоциированную в том или другом внутреннем органе. И вот где метастазы бывают, костная мощь, легкие, печень, селезенка. То есть органы обильно снабженные лимфоидной тканью. Вот туда домой макрофах идет, так сказать, померает. Несет в себе вот раковый материал туда, в свой дом. Это феномен Хоминга называется. Вот этот эффект демонстративно, выключите вот этот фонарь, пожалуйста, который выглядел в глаза. Вот этот феномен наблюдают в лепрозориях иммунологи, очень наглядно. Вот когда макрофах поглощает палочку лепра, микобактерия Ганзона, это еще лепра называется, то под микроскопом ономологи видят, как вот эта микобактерия Ганзона начинает размножаться внутри макрофага, взрывает макрофаг. А макрофаг уже идет в свой дом, там, где ассоциирована лимфоидная ткань. Вот по такому же типу происходит невидимое под микроскопом, но по стандарту, так сказать, природному существующее, вот это вот метастатическая реакция в отношении злокачественных опухолей. Значит, и вот в этой книжке было подмечено и опубликовано, вот то, что я вам сказал, о том, что рак метастазирует избирательную иммунную систему, это опубликован в 91-м году материал в европейском журнале «Канцер». Это все пошло по миру гулять, так сказать. Потом была подмечена такая деталь. Вот все обращают внимание на количество иммунокомпетентных клеток, Т-лимфоцитов, макрофагов, ну и других, так сказать, да, участвующих вот в этом противораковом процессе. А когда мы начали сравнивать количество иммунокомпетентных клеток, в частности, лимфоцитов в периферической крови, и кожные пробы, вот внутрикожная пробы типа Монту, на БЦЖ делалось это тогда, в 80-е и 70-е годы, то оказалось следующее, что когда у больного в злокачественном образовании большое количество иммунокомпетентных клеток, вот этот иммунный статус, но подавлена кожная гиперчувствительность замедленного типа, энергии, вот укололи там туберкулин, БЦЖ, а там никакого ответа, ноль, да, интактная кожа, то по сравнению с теми пациентами, у которых мало иммунокомпетентных клеток в крови, но положительные кожные пробы на туберкулин, БЦЖ и другие антигены, то смертность в 2,5 раза выше у пациентов, у тех, у которых много иммунокомпетентных клеток в крови. И вот эта сторона иммунограммы, она до сих пор не учитывается в международной онкологической практике. Определяется иммунный статус. Много лимфоцитов, хорошо. А рециркуляция вот этих иммунокомпетентных клеток по организму не учитывается никак. Совершенно. Потому что мало того, чтобы вот в периферической крови зафиксировать большое количество иммуноцитов. Важно, чтобы эти иммуноциты пошли в очаг заболевания. Там, где поселился раковый юж. И вот после этого, в 1991 году, была утверждена методичка, мною составленная, принципы диагностики и лечения, принципы диагностики иммунологической недостачки в клинике. Вот там вот эти вот позиции изложены. Как надо интерпретировать иммунограмму, используя вместе исследования периферической крови, периферические, внутрикожные пробы. И тогда уже планировать какую-то терапевтическую программу. Это вот в 1991 году. Потом в 1994 году вышла в свет книжка «Местный иммунитет против автономной опухоли. Стратегия лечения рака». Вот это вот. Там тоже вот эти вот позиции изложены полностью. С 1994 года усилия мимо московского альянса герудотерапевтов выходит в свет журнал «Оскрепий.Он». Я в этом журнале являюсь учредителем, издателем, главным редактором, корректором, макетировщиком и так далее. И вот в этом первом номере роль герудотерапии в лечении онкологических пациентов. Вот это вот. Далее. В 2001 году в журнале «Андрология», это болгарский журнал, опубликована моя статья «Энергогерудоэнергореабилитация больных раком предстательной железы». Это вот болгарский журнал. Посыл какой был, вот когда создавалась вот эта работа? У всех больных, в том числе и у онкологических, существует энергосистема. И как мы уже сегодня с вами говорили, патологический процесс начинается с угнетения функции этой иммунной системы на той или иной территории. Значит, онкологических больных надо восстанавливать. Функция, энергосистема на той или иной территории, прежде всего на той, где поселилась злокачественная опухоль. И вот, когда начались возражения со стороны некоторых коллективов герудотерапевтов, что нельзя пиявку... Ну, я объясняю это одним. Некомпетентностью полной, так сказать. Вот переписка некомпетентностью вот этих людей, которые возражают против применения пиявок в онкологической схеме. Вот есть председатель, вот у меня справа сидит президент, международная ассоциация герудологов и герудотерапевтов. А есть еще там у них председатель, там у них и президент, и председатель. Это Фарида Колбахани, вот она, она болгарка, живет в Болгарии. Она мне пишет, запрет! Там федеральные законы какие-то пытаются сюда привлечь, что вот запрещают федеральные законы применять пиявку онкологического... Я ей написал, вот почитайте, пожалуйста, вот болгарский журнал. Вот человек живет и работает в Болгарии, а не знает местную литературу на эту тему о применении пиявок в онкологической области. Вот эту некомпетентность мы пытаемся как-то вот ликвидировать и нашими форумами, и вот такими вот публикациями. В 2008 году вышла в свет вот такая книжка, тоже моего авторства, «Рациональные пути профилактики и лечения рака». Это вот в ней изложены как раз те позиции, о которых мы говорили очень много и долго. Наконец, вот журнал «Оскрепион» за 2011 год, за 2011 год. Там имеется вот эта вот публикация «Неоадъювантная героготерапия онкологических больных. Истоки причинности в онкологии». Ну, вот такие дела. И вот когда появилась на свет геруда-вегетология, тогда с онкологическими больными стало работать намного проще. Потому что вегетативная нервная система, как мы уже вчера подробно говорили, она обеспечивает контакт человеческого организма со средой обитания. А мы от средой обитания, вот от информационного пространства находимся в полной зависимости. В 2005 году в книге «Лечение детских болезней методами комплекса герудотерапии» была высказана впервые вот такая идея. «Ну, раз люди созданы по образу и подобию Божьему, да, то значит, что наверху, то и внизу», как утверждал Гермес Трисмегизм. А современная наука-голография утверждает, что часть содержит информацию о целом. То есть мы, вот люди, содержим полную информацию о Вселенной. Все в нас. Можно не запускать спутники, еще какие-то устройства, захламляющие космическое пространство. Надо изучить подробно человеческое тело, человеческий организм, и тогда все станет ясно. И вот, следуя антропоморфному принципу, был сделан такой вывод, вот в книжке «Лечение детских болезней», что раз у человека есть иммунная система, защитная, значит, у Вселенной тоже должна быть иммунная система, защитная, вот от нас с вами. Вселенная защищает себя от шустряков, которые начинают совать нос не туда, куда надо. Вот две цивилизации, цивилизация Муи, Атлантида, Лемурия имеется в виду, да? Вот они были стерты с лица грешной земли только потому, что они начали энергетическими всякими способами вмешиваться активно во Вселенское энергетическое хозяйство. Высший разум, как его характеризовал Альберт Эйнштейн. Вот туда их просто убрали и все. Вот нам не надо туда. Давайте заниматься своими земными делами. И вот как у человека лимфоцит является центральной фигурой иммунной системы, так центральной фигурой вселенских защитных бастионов является вирус. Вирус. Вот как только завибрировал какой-то участок тканевой или какой-то орган в человеческом теле, не в том диапазоне частон, в котором вибрирует Вселенское хозяйство. Вселенная туда делегирует вирус, чтобы этот вирус привел в меридиан, то есть привел в природный диапазон частот вибрации, вот этот измененный патологический участок в человеческом теле. Вот у нас работает до сих пор в Новосибирске академик Казначеев Лаин Петрович. Вот в его лаборатории, это лет 20 тому назад, было установлено, что уже при зачатии, как только сливаются две половые клетки, вот образовалась зигота. Когда сперматозоид слился с яйцеклеткой, зигота, которая через некоторое время идет в метоз, делится там и так далее, процесс пошел, так сказать. Вот уже вот в этот момент слияния этих половых клеток, там вирус простого герпеса уже. То есть вирус простого герпеса появляется в человеческом организме в момент зачатия. И его лечить не надо. Не надо противовирусные препараты, против него применять, вот приходят, вот определили в крови там вирус один, другой, начинают пичкать там противовирусными лекарствами. Это вселенная, она рушку послала. Чтобы вот этот вот вирус, который во время слияния двух половых клеток гнал информацию вот туда, во вселенную, в канцелярию Создателя, Творца. И с вирусом бороться не надо. Это вот я к характеристике вируса генетической теории рака. Вот это вот все рассказываю. То есть надо идти по другому пути. Надо оздоравливать тело. Таким образом, чтобы все ткани, каждая клетка человеческого организма, в том числе и пораженного злокачественным процессом, вибрировала в природном диапазоне частот. И все. И вирус уходит тогда. И все бактерии уходят. Это я вам вчера рассказывал, как вы устройство антикомат включаете в сеть, когда ночевать ложитесь, да, в летнюю пору. Все мошки и гнусы там от вас улетают. Вот точно так, когда внутренняя среда организма начинает вибрировать в природном диапазоне частот, этот диапазон частот не пригоден ни для каких генетически чужеродных тел и вещей. Это вот иммунная, так сказать, иммунный свет в организме. Вот французский иммунолог Райман Рифф где-то лет 30 тому назад проделывал такие штуки. Меняя волновые параметры среды, он превращал бактерию брюшного тифа в кишечную палочку. Потом менял снова волновые условия среды и кишечную палочку превращал в бактерию брюшного тифа. Это формообразование называется в микробиологии. То есть микробы сами там из одного вида в другой происходят, так сказать. Вот ко мне иногда приезжает из Смоленской игумен полечиться. Они в монастыре у себя делают такую вещь. Берут чашки петри с культурами микробов и ставят их на колокольни, прямо на звонницу поставят. И потом на расстоянии 50 метров, как только монастырская стена позволяет, расставляют чашки петри с культурами микробов. И вот когда плывет малиновый звон по округе, вот то, что на звоннице под колокольчиком, в течение нескольких минут погибают все микробы. Дальше там по прошествии какого-то срока. Вот таким образом все происходит. И не надо никого специально там антибиотики, противовирусные препараты там придумывать. Это все лишнее. Это вот направление, по которому целесообразно работать в онкологической практике. Значит, теперь главное. В 1937 году профессор Мейман Моисей Самойлович, заведующий патолого-анатомическим отделением в больнице Водниково в Москву, обратил внимание на следующее. При вскрытии пациентов, умерших от рака, он обнаружил, что гипоталамус у них отсутствует полностью. Нету гипоталаму. Там жировая ткань и фиброзная ткань. Склероз. Вот, пожалуйста. Это орган, как мы теперь уже с вами все знаем, который обеспечивает, центральный орган обеспечивает связь человека со средой обитания. Сейчас по всему миру идет поиск воздействия на гипоталамус. Вот, в частности, в Лос-Анджелесе лежит премия в миллион долларов тому, кто в эксперименте научится менять функции гипоталамуса на животных. Хотя бы показать. Вот мы вам показывали вчера, что мы модулируем функции гипоталамуса, всевозможные, представляя пиявку на проекцию шестой чакры. Это не надо, подожди. Ушло так. Гладкая, интактная кожа. Сделай еще и, пожалуйста. Ну, это вот рак шеи. Видите, вот пиявка на проекции верхнего шейного ганглия пограничного симпатического свала. Представлено. По китайской транскрипции этот ганглия называется «Большое окно неба». Вот из китайской медицины. Это «Большое окно неба». Вот вы куда ставите пиявку. Так, следующее. Да, ну вот этого пациента, рак шеи, там он пришел, соя у него 58. Значит, трафиостома. Он прошел 7 или 8 сеансов комплекса герудотерапии, потом соя у него 7, и потом у него через несколько месяцев онкодиспансер и рак шеостома удалили. Потому что отек там ушел, и дыхание через трафию восстановилось. Ну вот это вот, вот видите, наверху на шее, это «Б» крупноклеточная лимфома. Это есть такое заболевание крови, злокачественное. Это вот на почве несчастной любви у этой 21-летней девочки произошло, да? Она вся вот в таких узлах была. Там любовь какая-то родителям, жених не понравился, не нужен такой, а дочка вот потом начала вот так вот. Дальше показывали. Вот у нее уменьшается вот эта вот любовь. Дальше пойдем. Вот, видите, уже плоская. Дальше пойдем. Ну, это ты показывал. Дальше говори. Это вот в области пупа у нее вот такая штука была. Тут тоже вот обкалывали пупу. Поехали дальше. Вот это вот все вот таким образом обкалывалось внутри кож на аутотропе. Дальше поехали. Это вот колоностомы у пациентки. И киста перьи, и бейкера, левый катерный сустав. Значит, ну, во-первых, последствия его резекции сигмовидной кишки, и потом колоностомы ей сделали. А потом еще и нога не ходит. Ну, то есть за онкологическими больными надо в общем ухаживать. Вот таким междисциплинарным методом, как комплексная герудотерапия. Потому что есть коморбидный фон, надо убирать. Вот в послеоперационном периоде, в частности, после рукопухой ударили. Вот ей восстанавливали все дальше. Вот это та же самая больная. Вот обкалывали послеоперационный шоу. Рубец. Следующий. А это вот рак молочной железы. Вторая терапия стадии. Без метастазов. Это пятидесятичные левые женщины. Вот ей обкалывали вот так вот. Область этого ракового узла. Показываю. Все там у тебя, да, Висик? А, нет. Вот этой женщине, четыре года перед тем, как она появилась на приеме, была лучевая терапия левого придатка. И после этого вот такой вот лимфостаз у нее. Левая и нижняя конечность. И вот справлялись вот с этим лимфостазом. Поехали дальше. Ну вот таким образом это вот все у нее происходило. Дальше поехали. Еще 8. Все? Да. Ну хорошо, спасибо. Значит, коллеги. Вот у меня тут... А какие противопоказания? Противопоказание одно. Это некомпетентность лечащего врача. То есть надо войти в онкологическую тему. И тогда никаких противопоказаний нет. А когда вот просто пришли там, да, начали там, ни с того, ни с сего. Вот у меня был такой случай в начале 90-х годов. Я работал в качестве иммунолога в обществе охраны онкологических больных. Здесь в Москве есть такое общество. Когда онкологические больные собрались, плюнули, они вот все эти онкодиспансеры, онкодиспансеры, онкодиспансеры называют одним словом. Мясная лавка, да? Зарегистрировались там в некоммерческую организацию и начали приглашать себе врачей таких, какие им нравятся, да? Какие им по душе, так сказать, да? И вот был такой случай. Значит, мужчина 43-х лет. Резекция восходящей петли толстой кишки по поводу рака. Через два года метастаз в легкое. В правое. Резекция доли легкого. Еще через год снова там, уже в другую долю легкого, справа, метастаз и два метастаза подкожных, которые, по-моему, на 10-м или на 9-м ребре просто пальпировались, как крупные бобовые зерна такие. Я ему начал восстанавливать функции иммунной системы вот так, как мы сейчас с вами говорили. Не только функцию иммунокомпетентных клеток, но и транспорт этих клеток по организму, рециркуляцию с помощью наших методов. Мануальная терапия живота, там, вакуумная терапия и так далее. Значит, иммунограмма восстанавливается, самочувствие улучшается. А потом он приходит, это было и 5-й или 6-й его посещает. Я смотрю на месте вот этих пальпируемых визуально метастазов в ребра у него трехлучевая звезда от укусов пиявки на одном и на другом. Я говорю, а кто тебе поставил пиявку? Она говорит, да жена, ей кто-то позвонил, посоветовал, она поставил. Он за три недели сгорел от метастатического взрыва. Это вот насчет ответа. Противопоказание. Противопоказание – это некомпетентность лечащего врача. В той области, в которой он работает. Мы в Московском альянсе герудотерапевтам все эти тонкости на 5-дневных курсах преподаем, как к онкологическому больному, какие там, скажем, интранодулярная герудотерапия, которую мы проводим при различного рода патологических процессах. Ставим пиявку над пакетом региональных лимфатических узлов. В конце экспозита и туда под кожу вводим Т-активин или какой-то иной тимус-производный препарат. И вот на пиявочных ферментах, как наносителях, вот этот Т-активин попадает в Т-зависимые зоны лимфатического узла, и лимфатический не узел, а, правильно говорить, лимфатическая железа начинает продуцировать факторы клеточного иммунитета. Т-лимфоцита там и так далее. И восстанавливается местная иммунная защита на той территории, которую дренирует вот этот вот лимфатический конгломерат. Мы используем все, что достигнуто в области различных функциональных систем, которые подсказывают, как через кожу или через слизистые проникнуть в очах того или иного заболевания. И вот в частности мы используем таблицу доктора Заславской, которая в 1940 году, это в Харьковском медицинском институте, делала следующую работу. Значит, на трупах вводила под кожу симку Эванса, а потом через несколько дней она рассекала ткани на глубину и смотрела, в какие внутренние органы и в какие тканевые пространства вот эта симка Эванса распространилась. И она оставила после себя работу. В моих книгах эта таблица доктора Заславской есть. Вот пользуйтесь ею. Там любой орган показан, через какую кожную зону можно проникнуть с пиявочным секретом в легкое, в сердце, в головной, в мозг, в органы малого таза, там и так далее. Мы где-то уже около 20 лет в гинекологической практике вообще не пользуемся зеркалами. В 90-е годы с легкой руки санкт-петербургского гинеколога-герудотерапевта Жихарева, Лариса Сергеевна, мы работали на зеркалах. Какой зонах региональных лимфатических узлов можно проникнуть во внутренние органы? Ну, и эта таблица Левина, она тоже во всех наших книгах имеется. Это вот вам в руки, пожалуйста. Заславская, Еленда, герудовегетология. Но, вот я вам уже приводил пример, ни в коем случае нельзя ставить пиявку непосредственно над узлом метастатическим и над раковым узлом, над раковой опухолью. Потому что в пиявочном землете содержится ангиотрофический фактор. Вот этого делать нельзя. И этот ангиотрофический фактор пиявочный стимулирует ангиогенез. Это основной механизм, с помощью которого раковая опухоль завоевывает ту или иную территорию. Да? И заканчивается дело пессимистически. Вот если вот все вот эти вот правила соблюдать, то тогда никаких противопоказаний нету для использования герудотерапии в онкологической сфере. Ну, вот теперь, да. Значит, и у нас вот разработано, в связи с появлением такого направления герудовегетология, вот разработана такая вот метода, это управление симпатопарасимпатическим тонусом с помощью герудотерапии. Это опираясь на простые показатели артериального давления и частоты пульса. Можно рассчитать, какой тонус надо повышать у того или иного человека, это то ли парасимпатический, тормозной, это и женский, или стимулировать симпатический тонус, стимулирующий для мужского. Вот это вот все доступно каждому, и об этом мы подробно рассказываем и учим на наших курсах в Московском альянсе герудотерапии. Значит, коллеги, вот теперь прошу на трибуну, желающих выступить по поводу применения герудотерапии в онкологической сфере. Евгений Викторович, начнешь, может быть? Доктор Путинцев, Евгений Викторович.